Там появилась скульптура, но такого обилия, как на северо-восточной Руси, то есть там, где, собственно, должна была родиться архитектура Москвы, не было. И не было нигде, ни в Новгороде, ни в Скове, ни в Киеве, ни в Чернигове, нигде, кроме именно Владимира, которому потом наследовала Москва и Великогняжеский трон и митрополитию кафедру. Это часть декора Дмитровского собора во Владимире, и самый любимый собор Святого Георгия в Юрьеве-Польском. Последний из великих резных соборов, где уже полностью сформировался вот тот язык русской резной говорящей архитектуры, на котором бы говорила архитектура Москвы, если бы не разорение, принесенное туменами хана Батыя и его сподвижников. Здесь объединялось и западноевропейское отношение к символическим животным, и какие-то элементы, вывернутые наизнанку бизантийских росписей и иконостасов. Но это был в целом самобытный язык, который сложился вот к 1230-м годам окончательно, и именно в эти годы был полностью уничтожен в тот момент, когда начала подниматься Москва, и это вот те образы, та утопия как бы для меня, которой Москва не стала. Потому что если архитектурные формы сохранились, то вот этот говорящий резной язык, он исчез. Это не московская архитектура, мне кажется, лучше всего сохранившаяся тоже не в Москве, а в Свенигороде, Успенский собор на городке, самый конец XIV века, собственно, момент, когда русская архитектура снова заговорила в полный голос. И в этом соборе мы видим две удивительных вещи. Вот эти страшно тонкие и длинные колонны, которые, может быть, кто-то из вас видел в готических соборах Европы, и резьбу, которую можно увидеть в Средней Азии. Причем такой был исследователь первой половины XX века Филиппов, который проследил, как эта резьба поднималась вверх по Волге и достигла вот именно здесь в Звенигороде московских земель. Причем очень интересно, что здесь сочетается резной камень Владимирский, той-та традиции, остатки той традиции. Но целый ряд изразцов, то есть целый ряд резных вставок в том же Звенигороде, но я сейчас их не буду показывать, они уже сделаны как изразцы. То есть, а изразцы – это то, что, собственно, пришло именно из Средней Азии, что было так распространено в той восточной части Улуса-Джучиева, которому принадлежала Золотая Орда и вместе с ней Московское Великое Княжество. И здесь возникла еще одна и сохранилась, мне кажется, навсегда архитектурная московская утопия. Это соединение Востока и Запада, стремление к универсальности. И она будет потом долго идти и, может быть, продолжится не только в истории, но и в будущем. Конечно, настоящая московская архитектура была связана с Ренессансом. Вот у нас как-то не очень принято говорить или считать, что у нас было возрождение. До сих пор эту архитектуру называют какой-нибудь архитектурой централизованного государства или архитектурой эпохи Ивана Третьего. Но не стилистическим термином. А в то время, как, если мы посмотрим на всю Европу, то, конечно, было итальянское возрождение. Но итальянское возрождение, вот, наверное, присутствующее здесь Федерико Росси, подтвердит, что в каждом итальянском городе было особое. И в Венеции от Болонии или Милана очень значительно отличалось. Тем более отличалось возрождение итальянское от английского или французского или турецкого, чем сейчас модная тема среди историков архитектуры. Но нужно сказать, что нигде из упомянутых стран, конечно, кроме самой Италии, не было столько итальянцев, итальянских мастеров, сколько в Москве с 1470-х по 1530-е годы, когда Иван III вторым браком женился на племяннице одного из наследников династии палеологов, из английских императоров. София и ее братья воспитывались в Италии. И, в общем-то, проект был целиком итальянский, я бы даже сказал, венецианский. Этого женитьбы и связанный был с надеждой на то, что Русь вступит в войну с турками. И здесь даже хотя бы само присутствие этого огромного числа, значительно большего, чем во Франции или в Англии от того времени, итальянских мастеров уже говорит о присутствии Ренессанса. Но Ренессанс был совершенно особый. Успенский собор московского Кремля, мне кажется, одно из самых загадочных для понимания и дешифровки построек Москвы, да и вообще Руси. Аристотель Фераманти попросили построить такой же собор, как Успенский, во Владимире. И что интересно, его послали во Владимир, и он, когда посмотрел на этот собор и на другие владимирские сооружения, он сказал некоторых наших мастеров дело. Действительно, мы знаем из летописи, что во Владимире работали итальянские, в всяком случае иностранные, я думаю, вообще-то тосканские, ой, извините, ломбардские, конечно, мастера. Здесь же мы видим произведение Аристотеля Феравантии из Болонии. И в нем соединяются две вещи. Одна – это русская идеология. Святой митрополит Иона в одном из своих посланий назвал подобные вещи прежним греческим, богоустановленным благочестием. И это уже формула, в общем-то, в чем-то ренессансная. Прежняя, то есть явно обращенная к древности, к ретроспективе. Но ретроспективе не римской, а греческой, то есть византийской или древнерусской, поскольку древнерусская архитектура в то время казалась архитектурой именно византийской, греческой. Богоустановленной, то есть явно идеальной. И это все признаки ренессансной архитектуры. И ее идеальность, и ее пространство, сложная связь с геометрией, которую он сюда поместил, в этот свой собор. Совершенно другое пространство, чем в русских храмах. Вы видите абсолютно ренессансную геометрию. И огромное светлое пространство, измененное, конечно, очень сильно в XVII веке иконостасом. Иконостас-то был низкий, и он первоначально, и он открывал значительно больше вид этого всего. Здесь соединилась вот эта русская идея прежнего греческого богоустановленного благочестия, и то, что мастера итальянского ренессанса понимали под византийской архитектурой. Они называли это Маньера Грека. И это снова универсальная идея соединения двух образов византийской архитектуры, пришедшей из ренессансной Италии и от русских мыслителей XV столетия. Но каждая архитектура в итальянском городе эпохи ренессанса была разная. И если Аристольфий Раванти был из Болонии, то собор Михаила Архангела возвел Алоизио Ламберти до Монтаньяна из маленького городка под Венецией. И уже это был в полной мере, снаружи, по крайней мере, венецианский ренессанс. Намечательный исследователь связи России и Италии в это время, к сожалению, умерший Сергей Сергеевич Подъепольский, писал, что он затрудняется найти разницу в декоре этого собора и в венецианских постройках этого же конца XV, начала XVI столетия. Вот эти вот чисто венецианские раковины, карнизы такие же, как у венецианских храмов, или окна, или очень характерный орден, ордер, тоже применявшийся в раннем венецианском ренессансе. Итак, вот один образ у нас был, Москвы, которой не было. Вот этой утопии Москвы, которая могла бы быть, если бы на нее распространилась владимирская архитектура в случае отсутствия татарского нашествия. Второй образ, сохранившийся, но во многом тоже исчезнувший. И исчезнувший как-то из нашей памяти, нашей ментальности. Это Москва ренессансная. Потому что был ведь не только, они были не только храмы, была и замечательная палаца, построенная целым рядом мастеров, прежде всего Луиджи до Каркана, от которого осталась только грановитая палата. А также, но грановитая палата настолько переделана и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м веке, что она совсем не похожа на то, что была. А вот здесь, на этом рисунке Кваренки, мы видим остатки галереи. На рисунке 18-го века мы видим остатки подлинной ренессансной галереи Большого Кремлевского дворца. И представьте себе вот эту Москву, совершенно ренессансную, окруженную рвами и башнями. Я специально показываю этот итог в картину Алексеева, поскольку здесь Никольская башня еще не изменена. Это до ее взрыва во время нашествия Наполеона и без завершения, построенного уже в 19-м столетии. Здесь в большей степени видна стены Кремля, как они были, потому что потом их значительно перестроили, добавили вот эти вот верхушки, шатры и в общем заменили все кирпичи. Но это не важно. Все равно Кремль остается самой крупной, на мой взгляд, ломбардской ренессансной крепостью не только в России, но и в Италии, мне кажется, тоже. И внутри него был дворец, галерея, который вы видели, и вот эти соборы, построенные в стиле разных итальянских ренессансов из различных городов. Так вот, Москва романской резьбы, которой не было, Москва ренессансная, которая была, но которая сильно изменилась, еще один такой несколько утопический образ. И при Василии Третьем, мне кажется, наступает, рождается нечто другое. другое. Уже на базе работы вот этих многочисленных итальянских мастеров и при присутствии еще мастеров новой волны, в данном случае церковь Вознесения в Коломенске, как доказал тот же Сергей Сергеевич Подайпольский, строил Петрок Малый, он же Пьетро Аниболи. Ну, некоторые считают, что он был из Пизы, но как-то я в этом не уверен. Но даже неважно, откуда он был, в любом случае, если Вы посмотрите на план этой церкви, то и заодно попытайтесь прочесть книгу Рудольфа Витковера «Архитектурный принцип эпохи гуманизма», то окажется, что вот это именно такой план, который бы нарисовал итальянский архитектор как для идеальной церкви. Именно план в виде равноконечного, то есть греческого креста и поднятый на платформу. То есть ренессансная, отчетливая ренессансная основа. на этой ренессансной основе возникает нечто совершенно необыкновенное. Здесь и московские келевидные арки, и треугольные, чисто готические, из готических соборов, в такие фронтоны, или в имперге их обычно называют. Масса ренессансных деталей, причем как утверждают специалисты по итальянскому ренессансу, чтобы, например, сделать это окно, архитектор должен был быть во Флоренции в начале 16 столетия. Но вся форма очень странная. такая гигантская церковь, по-моему, 62 метра, если я правильно помню. А и меньше 100 метров площадь пола. То есть ясно, что это строит символ. Строит не просто дворцовую часовню в честь рождения наследника, а строит какой-то очень важный, грандиозный символ. И еще исследователь 19 века, такой профессор Лошкарев, профессором Киевской Духовной Академии, он нашел цитату святого Германа Константинопольского с описанием надалтарного украшения святой Софии Константинопольской, которая сейчас не сохранилась. И которое было для византийцев, вот это вот навес Киворий над алтарем Святой Софии, сердце византийской церкви, церкви Византийской империи, здесь строится на Руси. Совершенно точно, тут все очень точно совпадает с описанием святого Германа. Все украшения, где, какие, вот эти странные бусы, которые надеты на шатер, и там тоже был такой шатер украшенный граненами, полудрагоценными камнями. И здесь поэтому он был белый, тоже с яркими красными вставками. То есть это уже что-то другое. на ренессансной основе возникает архитектура литературного сюжета, причем объединяющая в своих деталях вновь эту идею универсальности, соединения всего, и готики, и ренессанса, и Византии, и древние Руси, и московских традиций. Какие потрясающие классические детали церкви Вознесения в Коломенском. Вы видите интерьер и знаменитый трон, одно из самых загадочных сооружений этой церкви, но ее по-разному объясняют, появление этого трона. Я же придерживаюсь все-таки такой наиболее романтической версии, что вся эта церковь это символ Москвы как не только третьего, но может быть и четвертого Рима. Два Рима пали, писал Инок Филофей Василию Третьему. Третий, то есть Москва стоит, четвертому не быть, то есть он уже никогда не возникнет и будет уже страшный суд и вновь явится Христос и как на многих иконах или на многих римских мозаиках. Здесь над алтарем Вознесения, то есть символическим местом ухода Христа на небо ставится трон, который ждет его второго пришествия. и это уже идеология не ренессансная. Это то, что происходит в европейском манеризме, в меньшей степени в итальянском, но очень значительно в чешском или английском, но и в итальянском тоже. И еще ярче это проявляется в Василии Блаженном, где так много девять церквей соединяются вокруг одной и рассказывают своими посвящениями историю казанского взятия, войны с казанским ханством, когда каждая из этих церквей посвящена определенному событию, произошедшему в ходе этой войны. Но здесь, конечно, более сложная идеология и главный храм посвящен покрова Нарву, теме покрова, покрова Богородицы над ее общенебесных сил, над русской державой и святых, которые помогли в этой решающей военной кампании 16-го столетия. Но здесь снова мы можем увидеть все, что угодно. И крепостную архитектуру, и вот эти готические фронтоны, вимперги, и ренессансные детали из ренессансных трактатов, и самые фантастические какие-то украшения, но тоже чисто ренессансный, на мой взгляд, элемент. Здесь вновь Москва создает совершенно особый образ. Это вот третий художественный образ Москвы, Москвы манеристической. Это Москва Василия Третьего, при котором была построена Церковь Вознесения в Коломенском, и Москва Ивана Грозного, естественно, царя храма Василия Блаженного. Эти яркие образы, безусловно, они очень изменялись со временем. Здесь есть, конечно, добавление XVII века, и особенно реставрация XVIII столетия, романтическая, осуществлявшаяся под руководством митрополита Платонова, московского архиерея и закона учителя Павла I. но основа все же остается такой, как она была, чисто манеристической, а план снова апеллирует к Ренессансу. тут много очень об этом писали и даже считали, что это каким-то образом кто-то увидел рисунок Леонардо да Винчи, находящийся в Виндзоре, но это, в общем, маловероятно. Скорее, этот план был взят из книги, действительно, но эта книга была трактатом Антонио Аверлина, которого обычно называют Филареты, замечательного итальянского ренессансного архитектора 15-го столетия, который был другом Аристотеля Фиаравантии до такой степени, что в этой книге страниц 20 посвящено тому, как они вместе собирают салат на берегу речки и как потом его готовят. Ужинают в каком-то замке. И это связано с легендой о библиотеке Ивана Грозного, ну, что она была, это очевидно. И в эту библиотеку попало то, что было в собрании Аристотеля Фиараванти известно, что после его смерти его вещи и книги были конфискованы казной. И, конечно, такие книги были во владении уже в это время царской семьи. И вот все дальше развивается именно маниэристическая Москва. Вот удивительно, одна из первых построек Романовых в Москве после уже смутного времени, после окончательного освобождения от поляков и от польской опасности. И такое важное сооружение, как Спасская башня, главный въезд в Кремль, до сих пор итальянский, вдруг украшается какими-то удивительными, совсем не ренессансными и не московскими, а готическими, ну или в общем позднеготическими или ренессансными интерпретациями готических мотивов, причем в английском духе. Это неудивительно, потому что это делал Кристофер Галловой, выписанный из Эдинбурга царем Михаилом Федоровичем, а с Англией были очень близкие отношения, потому что с Италией отношения прервались в середине 16-го столетия, когда католические страны приняли сторону Ливонии в Ливонской войне, и возникла традиция присутствия английских мастеров. Здесь было несколько архитекторов, от которых ничего не осталось, Хемфри Лог, например, или другие. Хемфри Лог был удивительным человеком, он был архитектор, он построил опричный двор, скорее всего, для опричников против Кремля на месте библиотеки Ленина, но это совершенно удивительный был архитектор, потому что он одновременно работал в английской контрразведке того времени, и не в разведке, а именно в контрразведке, и следил за англичанами, за английскими купцами, которые приезжали в большом числе тогда через Архангельск в Россию, торговали мехами здесь, они должны были платить налоги, вот он писал в Лондон канцлеру лорду Сессула официальный отчет, и будучи при этом еще опричником, совершенно удивительная личность, но такая же, как и Кристофер Галловый, он был, правда, не был агентом спецслужб, но зато был одновременно и архитектором, и часовщиком, и резчиком, и вот принес, укрепил вот эту декоративную часть московской архитектуры, которая стала потом развиваться и уже в русских церквях, и так отчетливо проявилась в церкви Троицы в Никитниках, и вот тут начинается вытеснение, вот это, вот было три, как бы три Москвы, одна не существовавшая Владимирская, другая Ренессансная, во многом разрушенная, большая часть Ренессансных церквей, их было несколько десятков, наверное, исчезла, Москва Монеристическая, и вот Монеристическая стала выдавливаться элементами архитектуры барокко, и здесь это видно, как начинает все более значение приобретать ордер, барочные композиции, и наконец появляется то, что мы называем Нарышкинская барокко, барочная Москва. Но полностью барочная Москва так и не состоялась, на мой взгляд. Если барочный Петербург на плане сделанной Ервкиным и гравированным потом Махаевым, и зато одушевленным дворцами Растрелли существовал, то в Москве и Петровского времени, вообще всей первой половины 18-го столетия была такая стилистическая полифония, скорее связанная с вот этим противостоянием барокко, манеризма, появлением классических элементов, классической темы, как эти триумфальные арки, связанные с азовскими походами Петра Петра Великого. Сооружение совершенно, конечно, удивительное. И, наконец, Москва, которая тоже отчасти является реальностью, а отчасти утопией. Это, собственно, Москва классическая. Вы здесь видите план 1775 года, созданный французским архитектором Николе Али Граном, несмотря на многочисленные последнего времени исследования, остающимся довольно загадочной личностью, но мало кто сделал так много для Москвы, как вот этот никому не известный, несмотря на все усилия, вот Юлия Климент, которая им занимается, найти какой-то его французский корни, известно было, что он француз и приехал из Франции, сохранилось сведения о пересечении границы, но где он учился в Париже или в каком-то другом французском городе, это мы не знаем, но что мы все пользуемся до сих пор городом, который он придумал город, когда он заменил концентрические системы укреплений бульварами и садами, это уже колоссальное достижение Москвы и Екатерининской эпохи, эпохи просвещения и вот это собственно основа классистической Москвы, это был его план 75-го года, потом он еще почти четверть столетия делал кусочек за кусочком каждую часть города, он был, у него были разные должности, но по существу он был главным архитектором города в таком техническом значении слова, и он утверждал все дворы, заборы, трассы, улиц, и по существу планировочную основу классической Москвы создал он, и она во многом осталась, но то, что должно было стать ее сердцем, то есть новый императорский дворец, который должен был сменить с собой Кремль, спроектированный Баженовым, который сумел таки сломать большую часть стен Кремля, поэтому я и говорил, что они все не очень средневековые, и вот этот, если бы это сооружение было действительно построено, вообще жалко было бы, конечно, если бы оно было построено, потому что средневекового и ренессансного прежде всего Кремля жалко, но все же это было бы самое крупное сооружение в духе вот мегаломании, то есть такого стремления к грандиозному французского классицизма второй половины 18-го столетия. Вот на реку смотрел бы гигантский императорский дворец с торжественными площадями, а к городу был параллельно арсеналу уже чиновничий корпус. Вот вы видите реконструк... сейчас увидите, вернее, реконструкцию сделанную студентами мархи этого всего Кремля, как он бы был, если бы Баженов дали возможность осуществить свой замысел. А замысел вообще-то с самого начала осуществлять, по-моему, никто не собирался. Это было одной из тех дипломатических утопий Екатерины, как ее знаменитый греческий проект, то есть проект создания Византийской империи на месте Турции, и поэтому она назвала своего второго внука Константином, и Боровиковский даже нарисовал его с регалиями Константина, а рядом его старшего брата Александра, будущего Александра I, с регалиями Александра Македонского. И там было сделано в отношении греческого проекта так много, это актуально сегодня, что присоединение Крыма европейцы совершенно спокойно как бы пережили, потому что им было так страшно, что особенно после всех этих побед Румянцева, Суворова и прочих, и что занятие князем Долгоруковым Крыма было просто каким-то мелочью, которой никто уже внимания не обратил по сравнению с появлением русского флота в архигреческих островах, высадки графа Орлова впоследствии князя в архипелаге и так далее. Екатерин очень любила такие вот проекты, которые шумели на всю Европу и создавали, пугали, и показывали мощь империи. И вот одним из этих проектов была большая перепланировка Кремля и вот это все вместе. Утопия классистической Москвы. Вот это ее сердце. Оно очень наглядно было сделано, и вы сейчас тут неподалеку можете его увидеть, частично, правда, только. в модели, выполненные в дереве, которые показывали приезжим монархам и высокопоставленным лицам. И вокруг него эта классическая Москва Леграна, застроенная уже русскими архитекторами. Но эта утопия целиком тоже не состоялась. Еще одна утопия тоже не состоялась до конца. Это утопия Москвы современной, но не революционной. Это, безусловно, могло бы состояться, если бы не произошло в Великой Октябрьской Социалистической Революции. Архитектура об этом очень отчетливо свидетельствует. конструкции Шухова, вот здесь в ГУМе, где перекрытие ГУМа, это на Киевском вокзале, башню, которую теперь собираются разрушить, построена позже. и европейская мода, пришедшая в Москву, прежде всего из Вены, особняк Дерожинской и фрагмент особняка Ребушинского в стиле модерн. Вот это Москва, утопия Москвы в стиле я бы сказал нет, в стиле модерн это не совсем точно, это совсем не точно. Это современной Москвы, очень передовой, очень цивилизованной, процветающей, но в которой не произошло бы революции и вот это чувствуется, если войти вот в тот подъезд, который мы сейчас видим в особняке Ребушинского или находясь под перекрытиями великого инженера Шухова. Не состоялась и Москва авангардная все больше и больше исчезает Москва, рожденная собственно великими идеями вот этого и того же Лисицкого, которого сейчас и которая должна была бы стать совершенно иной. башня Леонидова и маленькая башня Кремля внизу павильон Махорка башня третьего интернационала Татлина, модель ее, она ведь должна была быть совершенно грандиозной, дом Мельникова и можно сказать реставрируемый сейчас пожалуй самый революционный самый революционный для меня постройка Москвы и самый авангардный это дом коммуна текстильного института 300 метров длиной и 14 метров шириной. это до крупных зданий возведенных на западе такого рода это Николаев спроектировал это в 27 году совсем молодым человеком потом был ректором архии и я еще его помню Иван Сергеевич был такой очень живой маленького роста очень активный и здесь сохранили слава богу две небольшие комнаты ведь люди должны были раздеваться в отдельном корпусе до трусов и майки принимать именно там был санитарный корпус душа и потом идти жить вот в это пространство где комнаты были по-моему 8 метров на двоих по 4 метра на человека это был чисто вот здесь а не в доме правительства как и Афана тоже своего рода дом коммуна и даже не у Гинсбурга в Наркомфине выразилась вот в такой уже абсолютно полной форме идея коммунистической жизни идея коммунизма так и не привившаяся и здесь все комнаты перестроили уже здесь сделали свой душ так что но критика которая была подвергнута вот эта реставрация повлияла и следующие корпуса этого здания теперь как мне рассказывали вот эти делают с значительно большей аккуратностью и стараются все таки ну если не полностью то все таки приблизить к архитектуре авангарда к сожалению архитектура авангарда и Москва авангарда это тоже оказалась утопия которая все чаще гибнет и несмотря на такие огромные усилия спасти ее памятники и огромный интерес к ней в мире ну что же вот мы видели разные ипостаси Москвы и наконец Москву уже позднего советского времени с Калининским проспектом разрушенным храмом Христа Спасителя еще один тоже уходящий сегодня образ образ ну вот собственно то что я хотел рассказать эти несколько ипостасей нашего города где соединялась утопия и реальность по-разному в разной степени от чего-то чего-то просто не было что-то почти очень многое не сохранилось но вот здесь на на волхонке все-таки происходит какое-то восстановление я например не возражаю против восстановления храма Христа Спасителя хотя это конечно чисто новодел но в годостроительном смысле он играет очень большую роль для города потому что целый ряд улиц и переулков приобрели планировочный смысл после его возведения вот Комсомольский проспект прямо это даже метромост он прямо показывает то есть если вы едете вы видите купол Бородинский мост был нацелен сейчас это не видно из-за здания МИДа на храм Христа Спасителя и храм будучи построен так ну так как он построен сейчас не будем это уже обсуждать может быть но он мобилизовал в Москве строительное пространство 19 столетия и это стало одной из черт вот этой утопии уже самой новой возникающей неизвестно какой нашей неизвестно какой Москвы спасибо большое я у вас отбираю микрофон просто чтобы сказать вам большое большое спасибо мы занимались историей Волконки в рамках проекта территория культуры и мы которые учились во время вот этого исследования стали все понимать что Волконка представляет именно всю историю Москвы так как это такой древний район и есть Ренессанс о котором вы рассказывали ну в лице церкви Святого Антипия есть и другие образы Москвы о котором вы рассказали и вот ваша лекция так хорошо дополняет именно и делает наши исследования именно связывает с историей целого города и мы видим как один район и весь город они вот в постоянном диалоге и нам особо приятно что вы могли нам рассказать о городе когда мы занимались одним районом спасибо вам большое спасибо может быть у кого-то есть вопросы какие-нибудь я хотела спросить что если Москва раньше имела какое-то культурное влияние на ее жителей она давала особый московский дух особый московский характер давала возможность почувствовать себя частью пространства то вот то что вы рассказали сейчас я стала думать о том что это будет все более разрушаться тем более с нахлынувшим новым населением и что можно сделать хотя бы в двух словах чтобы москвичи остались москвичами ну вы знаете мне кажется что Москва прежде всего сама об этом позаботиться это уж такой странный город что он обладает свойством поглощать себя вот я подчеркивал универсальность как такую важную черту Москвы которая была способна поглощать все что угодно и Византию и готику и романский стиль и классицизм и ренессанс и манеризм и причем они из всех стран и оставаться абсолютно самой собой и даже более того вот эти каждое влияние нового самого авангардного такого как общежитие Николаева в этом было тоже что-то деревенское мне кажется в этой жизни которую он хотел организовать ну и сделать специально что-нибудь очень трудно даже с языком вот я себя все время ловлю на том что я говорю на каком-то немосковском языке вот все стало и все больше и больше акцент как-то стал меняться если моя мама происходит довольно такой более-менее старой московской фамилии мамонтовых и они в основном все наши родственники уехали после революции во Францию но их там много достаточно поэтому как бы выборка представительная как говорят социологи но человек 40 и их акцент их я уже не говорю о идиомах но просто музыка языка и акцент совершенно иной чем вот у меня и мне конечно это очень стыдно и как-то нехорошо но видимо это уже какой-то стало московским стандартом но в то же время мне кажется что мы должны прежде вообще-то если сказать откровенно я позволю сказать откровенно я считаю что Москва в значительной степени во всяком случае такая как она была в начале 20 века ну это уж совершенно точно она полностью практически полностью несмотря на наличие некоторых памятников погибла и ее уже не восстановишь такой как она описана Шмелевому в лету в лете господнем такой Москвы ну уж при всем желании не будет клюквы столько не хватит там или не знаю еще ничего не будет соленых огурцов действительно совершенно справедливо еще рецепт вот кстати он в богомоле описывает Иван Шмелев замечательные соленые огурцы вот рецепт сохранился в Торице Сергиевой Лавре там удивительные соленые огурцы еще монахи сохранили но и мы должны как вот эти тройсеревские монахи сохранившие рецепт шмелевских соленых огурцов все-таки хоть кое-что вот такие замечательные кварталы как этот и может быть ряд других и те памятники которые еще остались мы должны обязательно сохранять и задача архитекторов нашего института подготовить таких архитекторов которые захотят это делать которые захотят утверждать себя не через абсолютно новое а через какую-то традицию через нахождение идентичности своеобразия своего города это наверное тоже нужно делать это очень трудно почти невозможно потому что всем хочется строить так как им хочется да но все-таки нужно и мы будем стараться так делать я не говорил еще у Москвы было столько оттенков вот сейчас исчезает к сожалению одна из один из очень интересных оттенков Москвы это я вижу Анну Леонну Продновицкую которая как раз тоже об этом очень сожалеет это Москва модернистическая и вот павильоны на ВДНХ которые были переделаны из сталинских в павильоны самой передовой архитектуры 60-х годов которые сейчас разбирают это тоже очень жалко потому что эпоха оттепели эпоха очень важная в литературе там где угодно в живописи но важная и в архитектуре и сохраняемая во всем мире но должна хоть в какой-то степени сохраниться и в нашем городе так что если мы прежде всего город нужно город его архитектуру его культуру его цивилизацию его искусство и так далее его этнографию можно перечислять до бесконечности нужно просто больше изучать очень мало и на самом деле Москва очень мало изучается даже вот все планы владения 18 века когда-то собранные Забелином ведь даже они до сих пор не как-то не составлены вместе хотя они хоронятся это очень просто они сохранятся в отделе письменных источников исторического музея но к ним обращаются время от времени но не систематически то есть сделать можно очень много для того чтобы восстановить различные образы Москвы и той которую создавал Николай Легран и ту которую делали не знаю Феликс Новиков Игорь Покровский не знаю Полу и так далее в Москве эпохи модернизма что уже надо тоже хранить ну это первое то что надо наверное делать очень важно что возникают вот такие центры как этот вокруг которого я надеюсь будет как-то сохраняться и в позитивном смысле развиваться именно московская жизненная среда спасибо спасибо огромное спасибо Дмитрий Олегович да да Дмитрий Олегович Виктор Вениаминович меня вдохновляет ваше замечание вот в этом ответе на первый вопрос я хотел бы уточнить судьбы Москвы поскольку есть предположение расчетчиков экономистов что через 5 лет пробка просто остановится в Москве а по замечанию Герберта Уэллса а у вас все заржавеет то есть все нововведения могут подвергнуться разрушению и вопрос о котором вы говорите о восстановлении традиций связан кажется мне с Москвой деревянной я помню своего научного руководителя к которому домой я приходил на верхней масловке и еще в его деревянном доме был колокольчик за веревышку нужно было дернуть чтобы прийти сказать так вот в екатеринские времена о которых вы только что говорили недавно пытались предложить изменить быт крестьянина то есть предложить ему другие помещения другие сооружения но он почему-то уходил всякий раз возвращался в свой дом деревянный вот то что делала Есенина других выдающих срождало деятелей России как вы считаете можно ли предложить такой проект когда не выгодно будет ни экономически ни с точки зрения традиций ни с точки зрения архитектурного искусства пользоваться всеми этими новоязвами изменяющими и язык о котором вы говорили приложить более совершенной отвечающую духу третьего тысячелетия вот такой проект который всех устраивал в Москве я еще замечу когда принимала английская королева Юрия Гагарина и в делегации нашей слушала наших преподавателей английского языка она сплеснула руками и сказал боже мой как вы говорите изящно у нас давно так не говорят она впивалась в телевизор в этого Шерлока Холмса Ливанова и считала что лучше этого нет ну вы знаете мне трудно сказать что какой можно сделать проект что меня конечно пугает слово заржавеет потому что ну машина то не заржавеет пробки все равно останутся а вот что может заржаветь это сварные швы на панельных домах потому что они не рассчитаны на столь далекие столь долгое использование ведь Хрущев так сказал что через 20 лет будет коммунизм а когда будет коммунизм будет изобилие всех благ и тогда уже не будет такой проблемы и рассчитаны эти вот панельные дома особенно ранние ненадолго хотя они ну стоят уже значительно больше но в конце концов стоять они будут не бесконечно и в конечном и в конце концов вот эта типовая очень скучная и совсем не московская среда наверное будет исчезать сама собой ну в силу естественных причин в силу просто именно ржавения и так сказать разрушения самого бетона какой бы высокой марки он не был и вот тогда нам надо будет и тогда и уже сейчас надо думать какое что мы можем заменить чем мы можем заменить французы очень давно ведь думали о том чем они смогут вот создавая большой Париж и города самых разнообразных стилей вокруг Парижа но так и не нашли стиль который был действительно парижским сколько они не ну там не знаю 10-12 городов они построили очень разных я специально как-то их все объезжал но мне тоже не очень понравилось ну нет ну замечательно конечно но но все-таки я бы не хотел чтобы Москва стала такой как они поэтому единственное что можно сказать это что надо еще думать что делать тем более что если действительно всерьез воспринимать эти огромные территории новой Москвы то там можно сделать очень многое в том числе и даже деревянные современных современные деревянные конструкции ничуть не хуже стальных спасибо еще вопросы еще здравствуйте меня Ярослав зовут я хотел задать вопрос как ты слушал лекцию называлась эта лекция презервация настоящего для будущего речь как раз шла об архитектуре и о том как в других странах сохраняют какие-то здания есть ли что сохранять в наше время стоит ли вот вы сейчас говорили о панельных домах которые насколько я знаю сейчас как раз заканчивается программа переселения людей из вот этих хрущевок их осталось там менее сотни наверное в Москве стоит ли например сохранить вот такую хрущевку для будущих поколений или там п44 пресловутый или вот какое-то здание которое существует в современном виде спасибо вы знаете очень достаточно давно наверное лет 25 назад я участвовал в написании большой работы посвященной этой теме вот прямо вот той которой посвящен ваш вопрос и ну тогда мы все были может быть значит не может быть а точно значительно моложе и как-то более энтузиастичнее и ну одним из главных критериев естественно сохранение работала посвящена именно сохранению памятников 20 века в ну принципов сохранения памятников 20 века в СССР это было советское время еще позднее правда и вот тогда мы считали что обязательно нужно сохранять все там этапные панельные дома понятно что невозможно сохранить все одинаковые там пятиэтажки но некоторые микрорайоны так сказать примеры зданий там особенно первые пятиэтажки или там последние какие-то панельные здания то есть всю историю вот если говорить вот серьезно с точки зрения вот меня как историка архитектуры то я бы считал необходимым сохранить историю в том числе и панельного строительства в собственно памятниках то есть вот этих вот домах которые многие не любят или все не любят но это же все-таки часть долгой долгой части жизни нашего народа и если у нас осталось сколько-то там считанные дома коммуны то мы можем себе позволить считанные малометражные дома с малометражными квартирами спасибо я думаю что мы еще раз поблагодарим Дмитрия Олеговича и за прекрасную лекцию очень интересную содержательную которая меня на самом деле застало немножко по-другому посмотреть на Москву на мой взгляд есть красота разнообразии когда не все одинаковое как люди люди все разные и дома наверное может быть тоже хорошо когда все разные в них могут жить вот эти разные люди а не резать все под одну гребенку и конечно когда мы можем показать своим детям историю как ближнюю историю так и дальнюю историю наверное это только очень здорово ничего плохого там нет конечно людям хочется иметь и правильно строить красивое современное жилье и наверное какие-то очень красивые офисные здания и культурные здания но не отказывается не отказываться от того что мы уже прошли что мы имели спасибо вам еще раз огромное и я хочу поблагодарить всех за то что пришли поучаствовали спасибо 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 Продолжение следует...